У тебя руки какие-то из-под головы! Всем вам рад, дорогие друзья, с вами Винди, сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Это не мой сосед, я обожаю такие игры, и ты, я уверен, знаешь это. Короче говоря, суть в чём, у тебя есть соседи, ты вахтёр, и ты должен узнать, кто из них твой настоящий сосед. Ты можешь использовать для этого что угодно, ты можешь позвонить кому-нибудь, ты можешь посмотреть на него, но если ты впустишь неправильного соседа, ты об этом пожалеешь, ты и все твои родные об этом пожалеют. Поехали, поиграем, вот такие вот всякие ваки будут здесь, очень напоминает мне Мандела Эффект. Идею, это очень круто, мне очень нравятся такие игры, поехали. Так-так-так. Следующий фильм это продакшн Дидиди, мы обучаем вас. Доппельгангер Детекшн Департнент. Бляха. Привет, если ты смотришь этот фильм, это потому что ты наш новый вахтёр. Твоя работа, разобраться. Кто пытается зайти в твой дом и кто является двойником. Все знают, что двойники имеют возможность притворяться другими людьми и пытаться обмануть тебя. Но некоторые из них не очень хороши в этом и у них видны проблемы. Ага, окей. Тебе нужно внимательно смотреть на своих соседей. Потому что если пропустишь, они откусят тебе голову. Помни также, чтобы записывать чек-лист на каждого соседа. А, я буду за каждым следить. Вот это твоё любимое. Ты не можешь пропустить ни одной детали. Потому что это может значить, что смерть для тебя и всех твоих близких. Вот как всё выглядит в твоём офисе. Теперь мы расскажем тебе, как всё работает. Хорошо. Под таку музыку я готов. Вот здесь вот у тебя окошко. Не забудь смотреть на всё очень внимательно. На каждого, кто к тебе подходит. Я не хочу смотреть на людей. Зачем мне смотреть на людей? Буду смотреть на себя. Я же вообще красавчик. Справа у тебя все твои папки со всеми информациями на соседей, которые находятся на этажах. Ага, я понял. Чтобы заполнить чек-лист, возьми один из листов перед тобой. Окей, я понял. То есть мне нужно записывать данные и разбираться с ними. Блин, как круто. Я обожаю такие вещи. Я тебе сейчас расскажу. Я тебе сейчас расскажу одну вещь интересную тоже. Получай документы отсюда. Если ты найдёшь, что челик, который пытается пройти ебака, не пускай его в комнату при помощи этих кнопок. Хорошо. Иначе, если ты узнаешь, что это, типа, двойник, нажми 3312 и нажми на кнопку вызова. Чтобы взаимодействовать с DVD или любимой другими в своём здании помещениями, используй телефон. Я могу позвонить прямо соседям. Круто. Твоя работа очень важна. Поэтому, будь уверен, ты должен сделать её правильно. Наконец, мы хотим поздравить нашего прошлого вахтёра, Генри. Прошлое его убили. Он прекрасно работал, но он был единственным, кто не был убит двойником. А кто его убил тогда? Будь вот как Генри. Ну, лучше. Мне нравится, как они все... О, круто. Очень круто. Короче, я не знаю, жил ли ты в общаге. Если ты жил в общаге, пиши в комментариях. Но такой интересный этот экспириенс. Я хочу ещё, я хочу поехать. Возможно, в следующем году получится куда-нибудь поехать. Я бы хотел в общаге ещё пожить, потому что я мало там был. Я тебе сейчас расскажу. У тебя будет лист людей, которые запросили доступ сегодня в здание. Возможно, что будут люди, которые не на листе. Окей. Тогда тебе нужно показать в чек-листе, что он не туда пришёл. Также тебе нужно разобраться с ним, как и со всеми остальными. Чтобы там было ДДД лого, ID и так далее. Не забыть также проверить год, чтобы не было просрочки. Помни, сегодня февраль 19.55. Окей. Я желаю тебе удачи. Спасибо тебе, а ты толстый. Я не знаю. Короче, блин, мы когда приезжали, когда я был в общаге. Ну ладно, сейчас пока я буду всё это делать. У тебя! Эээ, привет. У тебя... У тебя руки какие-то из-под головы. А шляпу можешь снять, друг мой? Так, ты мне не дал вот это. Так, я смогу... Смотри, я могу задавать вопросы. И я могу вот так вот его прописывать. Так, он сегодня не в листе, да? То есть я ему задаю вопрос после того, как всё прописал. Ну вот, я тебе задаю вопрос. Мой ID? Это листик. Я потерял листик свой. Да, конечно, не верю я тебе. Насчёт моей внешности? Руки из моей головы? Да нет никаких рук, это просто моя прическа. И я сегодня не в листе? Я думаю, здесь ошибка. Я должен быть в листе. Посмотри-ка на лист ещё раз. Я живу в этом здании. Давай посмотрим, что там. F03-02. Фрэнсис Моузес. А я могу ему позвонить? Всё правильно, работа у него правильная. Я могу ему позвонить? 4-1-2-2. 4-1-2-2. Позвоним ему. Может быть, он возьмёт трубку и я пойму? Здорово! Фрэнсис говорит! Я никаких посетителей не ожидаю. Угу. Я... Быстренько. 3-3-1-2. Ответьте на телефон, пожалуйста. У кого меня сейчас ебака там стоит. Вы позвонили в Дидиди. Да. Группа агентов отправлена к вам в здание. Окей. Пожалуйста, подождите. До того, как мы всё зачистим. А я не могу открыть. Блин, я не могу открыть. Я бы... Я бы хотел посмотреть на то, что произойдёт. Всё очищено. Всё хорошо. Теперь вы можете продолжить свою работу. Так вот. Мы, короче говоря, когда были, у меня был один такой момент, когда я прихожу в здание вот к этому вахтёру. И там был всегда... Облюблюгода. 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 Да-да-да-да-да-да-да-да. Ребят, вы там далеко не уходите. Хотя, может, я рано это делаю? Подожди. Извините, я... Я заранее. Нача Микаэлис, это ты? Похоже. Нача? Тебя зовут Начо? Ты идёшь, наверное, к своему мужу-бутерброду? Ну, у неё другое лицо. Не-не, всё. Тогда всё правильно. Представь себе, ты ебака, пытаешься пробраться в здание, пытаешься зайти, чувак закрывает окно. Орёт что? Около меня точно маньяк, точно убийца! Том открывает окно. Может, я ошибся? Нет, не ошибся. И с тобой закрывает. Продолжая свою работу. Так вот. Я, короче говоря, пытался зайти в общагу к друзьям. Тогда ещё я там не жил. И буквально вот так же я себя ощущал. Я себя ощущал каким-то монстром, который пытается пробраться мимо вахтёрши. Потому что мне приходилось сначала говорить, что я туда пришёл к другу. Потом на меня вахтёрша наорала. Говорит, какого хера? Ты пытаешься пройти сюда, сюда нельзя. Там был вечер, мы хотели с ребятами посидеть. Вот. Ребята пытались потом спуститься, договориться с ней, чтобы меня пустили. Меня не пустили. Я такой, ну ладно, хрен с ним. Через пару дней они сказали, короче, что вахтёр поменялся. Я пошёл к другому вахтёру. Этому другому вахтёру я наврал с три короба, что я там один из студентов, который потерял свой этот пропуск и так далее. Ну, короче говоря, блин, это было очень весело. В следующий раз я туда же поднимался. Там была старая вахтёрша. Ребята просто спустили мне. У меня прям буквально как принцесса наоборот, знаешь. Спустили этот, верёвочки. Ну, не верёвочки, блин. Ну, короче говоря, они на втором этаже были, не так высоко. Вот. И они просто всякой херни меня потом спускали. И я по ней поднялся. Тогда я ещё был худее, чем сейчас. Сейчас я точно упаду. Маргарита Бульбочки. Её зовут. Я живу в третьем этаже, в третьем апартменте на втором этаже. Маргарита Бульбочки. Всё верно. Так, смотри, я могу её закрывать, я могу её открывать. Так, ну эта Бульбочка, по-моему, нормальная. Улыбка у неё, правда, криповая. Бульбочка здесь должна быть. 0203, всё верно. Бульбочка здесь есть. Бульбочка SimStress. Так, у неё какой номер должен быть? Подожди. 103268. 103268. 014590. Похоже очень на Papers. Пли, знаешь. У неё, короче говоря, волосы волосатые. У неё глаз один на меня, другой на Кавказ. У неё круглый нос, большая улыбка. Ну, всё правильно вроде бы. Ты можешь проходить. А, у неё там всё правильно было. Блин, забыл. Забыл айдишку прописать, ну ладно. Но я всё равно пусти, у неё всё хорошо. А! Ты мечтал когда-нибудь о клоуне? Каждую ночь, все по всему миру, многие люди видят этого клоуна в своих снах. Если клоун появлялся в твоих снах, не играй с ним ни в какие игры. А мы, по-моему, играли с тобой в эту игру давным-давно, про этого клоуна. Посмотри в комментариях. Точнее, посмотри в видео на ютубе. Напиши там, типа, Винди клоун или что-нибудь такое. Винди клоун. По-любому будет какое-нибудь разоплощение меня. Нет, там был какой-то про клоуна игра. Мы, по-моему, в неё с тобой играли. Вот с таким вот клоуном. Unlikely. Возможно, возможно. Посмотри. Так, ладно. Приветики. Селена Шверц. 0104. Вас двое? А я могу позвонить её сестре. 6996. Подожди. 6. 9. 9. 6. Я могу позвонить её сестре и спросить, сестра твоя, сестра там, дома, нет? Если она дома, то это будет ещё джекпот. Ох, она, сука, положила трубку. Ты видела клоуна? Так, смотри. Селена Шверц. Ага, обе сестры сегодня должны прийти. Так, ладно, давай я посмотрю на тебя. Значит, у тебя есть символ, всё правильно. Значит, сначала айдюшку давай проверим. На каком там этаже она живёшь? На каком этаже? 0104, окей. Так, Селена Шверц. 7, 8, 5, 6, 1, 3. 7, 8, 5, 6, 1, 3. 2, 6, 9, 5, 1, 4. 2, 6, 9, 5, 2, 6, 9, 5, 3. Окей, тут у тебя всё правильно. 0, 3, 1, 9, 8. Всё правильно. Глаза закрыты. Почему у тебя всегда глаза закрыты? Открыть глаза не хочешь? Так, Селена Шверц. А, смотри. У них на разных сторонах родинки. У этой на правой стороне, у этой на левой стороне. Ну, от меня я имею в виду. Так, это Селена Шверц. У неё правильная родинка? Правильная родинка. У неё на правой стороне, у неё маленький носик, она худая. У неё длинная шея и у неё двойник. Ну, по-моему, всё правильно. Я иду домой, я была моделью. Я была бом-бом-моделью, я бом-бом. Ага. Худая. Ну, по-моему, да худая. По лицу я у тебя тоже ничего не вижу. А если я у неё просто спрошу? Что не так с моей внешностью? Как чмо выглядишь? Я думаю, всё нормально. Это ты так думаешь? А я вахтёр, я решаю. Понимай меня. Ну ладно, всё нормально у тебя с внешностью. Проходи. Прекрасно. Проходи. Лёгко... Ты с кем там разговаривала? Кому она чё сказала? Здорово, мужик. Куда? Ну, это был Стивен Рудбойс. Я не знаю, нормальный ли он был или ненормальный он был. Ладно, тебя... А, Альф Капучино. Ладно, я очень надеюсь, что тот челик нас не убьёт. Дорогой сосед, я очень надеюсь, что парень, которого я только что пропустил, он не убьёт тебя. Он может стоять прямо за дверью и ждать того, чтобы откусить тебе голову. Поэтому, дед, будь внимателен, хорошо? Так, Рафаэль Капучино. Давай сразу позвоню твоей жене. Какой там номер у тебя ещё раз? Подожди. Какой номер? Постой, постой, постой. Какой, какой, какой? 4258. Блин, интересно. 4, 2. И я уверен, потом будет больше и больше вещей, которые позволят нам угадать или узнать, кто из них что. Возможно, по сюжету будем двигаться. Возможно, какие-то новые вещи будут открываться. Привет. Рафа Талинс разговаривает. Это жена. Мой муж не дома. Он должен домой вернуться? Он вернулся? Ну да, наверное. Окей, ладно. Ваша жена мне ответила. Всё нормально. Я просто на всякий случай... Ну, такая моя работа. Альф, не обижайся. Так, чё ты там мне говорил? Я возвращаюсь домой. Я этот... Чел, короче. Говоря я детектив. Ой, я юрист. Альф Капуцин. Альф Капуцин. Всё правильно. Да. Шляпа мне твоя не нравится. Можешь шляпу снять? Так, номер у тебя правильный? 1, 2, 0, 5, 4, 8. 0, 9, 6, 3, 4, 7. Всё правильно. Альф Капуцин. 1, 9, 6... Да, всё верно. Я могу у тебя спросить про шляпу твою? Что не так с моей внешностью? У тебя фотка без шляпы. Всё вроде бы окей с моей внешностью. Слушай, а если я их просто так спрашиваю, они что-то не так говорят или что? Ну, всё вроде бы хорошо. Значит, всё правильно? А можешь открыть дверь для меня? А почему ты спрашиваешь? Я не понял. Почему ты спрашиваешь? Это выглядит будто... Он сам удивлён, что я его пропускаю. Ну, проходи. Надо не забывать дверь за ними сразу закрывать, потому что иначе следующий тоже пройдёт. По-моему, мы с тобой нормально справляемся с работой своей. Добрый вечер. Так, сразу, давай мне сюда свою информацию. Я забыл показать мой листик. Вот он. Так, чел. Губы у тебя, конечно, губёхи. Ля, какие губёхи. Смотри, какие губёхи большие. Так, значит, смотри. Я не проверил у прошлого челика, кстати говоря. Косяк. Я не проверил у него информацию про... А, нет. Там всё вроде бы верно. У него как раз шляпа и так далее, и так далее. Надо не забывать проверять, какой у него appearance. Так, значит, он на втором этаже на 0.1. Поехали. Второй этаж 0.1. Глория Шмич. 5, 1, 2, 3. Поехали. Просто я позвоню вашей жене, потому что твоя жена моя подруга. Ой. Она просила не рассказывать. Давай. Здорово, Глория трындит. Привет, Глория. Твой муж пришёл? Мой муж не дома. А он должен был прийти, или он где-то остаётся? А чё ты бросила трубку? Слушай, ты с вахтёром так не разговаривай, ты. Шляндра, всё, проваливай отсюда. Твоя жена отказала мне. Твоя жена мне отказала. Это значит, ты отправляешься на отдых. Передавай привет своей жене. Вы позвонили нам. Мы реально его убрали. Ты можешь продолжать свою работу. Слышишь? Где она там? Где ты там живёшь? А её нет здесь. Подожди. Подожди. Да, я позвоню. Пять... Привет. Пять, один, два, три. Подожди, подожди, подожди. Мне нужно сначала разобраться с моим прошлым делом. Твой муж больше не вернётся к тебе. Будешь знать, как мне неприятности говорить. Чувствуй себя прекрасно. Так, ну а тебя я тоже забираю, кстати говоря. Три, три, один, два. Лучший! Лучший тридцать один. Ой. Нанимай меня. Нанимай меня на то, чтобы работать охранником в твоём доме. У тебя не будет ни единой проблемы. Никто к тебе в дом плохой не зайдёт. Хороший, впрочем, тоже. Наша очистка закончена. Ты можешь продолжать работу. Ну. Не забудьте заплатить мне деньги. Чё у нас? Кто у нас там? Ну, что у тебя с носом? Добрый вечер. Что? У него, кстати, шрам. Так. Ну, не знаю насчёт носа. Роман Сталинский. Я житель этого дома. Я на первом этаже. Так, давай, Роман Сталинский. Носит шляпу. Всё верно. У него одна монобровь. Всё верно, есть. У него на правой это и шрам. У него большой нос. У него длинное лицо. Ну, всё правильно вроде бы. Слушай, а у тебя... Он должен быть такого цвета нос. Дай-ка я спрошу тебя. Чё не так с моей внешностью? Нос у тебя неправильного цвета. Я выгляжу как и всегда. Блин, ну ладно. Ну ладно. Так, Роман Сталинский. Ты должен быть у нас здесь? Рома! Ты не должен быть у нас сегодня. Ты сегодня не на листе. Я не в листе? Да, ты не в листе. Я думаю, здесь ошибка. Я должен быть в листе? Покажи... Посмотри на лист ещё раз. Не понял. Я резидент этого здания. Мой апартамент 0,1. А должен ли я его пускать? Ты же не в листе сегодня. Там сказали, что даже если он не в листе, его всё равно надо проверять. Я-то его проверил. Но... Переключать я лист никак не могу. Но если он... Не в листе, я его пускаю? Чё у меня мурашки? Вроде бы всё верно, по-хорошему говоря. Резидент. Мой апартамент. На первом этаже. Ничего подозрительного у него нет. Блин, ну чел. Я не могу тебя пустить, если честно. Тебя ж нельзя пускать. Ну, в целом, у тебя всё верно. Ты можешь просто по-хорошему уйти, а? Я не буду тебя пускать. Пошёл вон. Так, ладно. Ну, наверное, я не могу его пускать. Раз он не должен быть сегодня здесь. Я тебя отправляю, короче. А они там разберутся. Я просто не знаю. На самом деле, вот это мне непонятно. Я должен его пускать? По-хорошему, по-хорошему, если так рассудить. То человек не в листе, значит быть не должен здесь. Значит, его здесь не хотят. А если его не хотят, значит он не приходит. Вот так вот, как бы. Ну, такая моя логика. Наверное, имеет смысл. Не знаю, насколько я прав на самом деле. Добрый вечер. Привет. Или типа того. Анастейша Микаэлис. Я видел тебя. Ты здесь есть, хорошо. Так, Анастейша Микаэлис. Ты на каком там этаже живёшь? 0204. Вот она. Она зовёт Сначей. А-а-а. Ты живёшь Сначей. То есть это знаменитая семейка бутербродов. 1-3-4... Да блин. 1-3-4-6. Давай позвоним сразу твоей сестрички, может быть. А, подожди, сестричка же как раз пришла недавно. Или не приходила? Не-не-не-не-не, видишь, звонка нету. Я же её не пустил, точно. Она же призрак сегодня был. А это значит, что её сестра мертва? Или нет? Так, ладно, давай посмотрим. Где-то ещё раз на втором этаже, да, вот. А, так, у неё уставшие глаза, у неё два понитейла, у неё маленький нос и у неё круговое лицо. Ну, вроде бы всё верно. С ушами всё хорошо. Студентка. Я живу здесь. Мой апартамент на четвёртом этаже, на втором... А, на втором этаже, на четвёртой комнате. Анастача... Анастача Микаэлис. Анастача Микаэлис. Всё правильно. Один, три, два, шесть, девять, восемь, пять, три, четыре, четыре, шесть, два. Ну, по-моему, всё хорошо. Можешь проходить. Передавай привет сестре. Да кому она там говорит? Почему она кому-то ещё говорит там, бля-бля? А, вот, вот она. Привет, твоя сестра как раз пришла. Я только что её видел. Хорошая такая, молодец. Я иду с моей работы. Я резидент этого здания. Она, вот она. F204. Ну, я тебя только что проверял. Так, у неё, значит, правый глаз голубой. Левый глаз зелёный. Волосатые волосы. У неё дырки на коже. У неё круглое лицо. Ахера ты улыбаешься, я не понял. Ты чё, работа нравится твоя. Ну-ка, пошла вон отсюда. Не для весёлых это здание. Девять, восемь... Семь, восемь, девять, шесть, пять, три. Окей. Три, шесть, шесть. Пять, четыре, один, три. Да, всё правильно. Ну, по-моему, всё хорошо. Я бы сказал, проходите. Прекрасно. С кем они разговаривают? Или это они сами, привидения? Или они сами с собой общаются? Ля какой. Добрый вечер. Ты мне сразу не отдал. Забыл показать. Да. Так, давай-ка я сразу гляну. А тебя здесь быть не должно, слышишь? Изак Гаус. Изак Гаус. Я живу на втором этаже, во второй комнате. Изак Гаус. Репортер. Всё правильно. 7-3-3-2. 7-3-3-2. Вот я не понимаю, мне нужно их пускать домой или не нужно? Если тебя сюда не пригласили, то ты не... Айзек говорит. Я не хочу никаких сегодня посетителей. Подождите, пожалуйста, там. Сейчас к вам придут. Принесут. Поесть, я не знаю, что-нибудь такое. Собейте его отсюда. Давай, 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 давай. Я бы хотел побольше крепоты, на самом деле. То есть, я бы хотел побольше того, чтобы персонажи что-то прям странное делали. Потому что сейчас, по ощущениям, это интересно. Ну, как будто бы вот не хватает какой-то мякотки, знаешь. Как будто бы не хватает чего-нибудь эпикого. Чтобы, вах, вах, чтобы... Хрена, у тебя какой подбородок. Так, ты сразу забыл мне придать вот это вот. Забыл показать, но показал. Так, ты у нас должен быть здесь. Альбертский Пичман. F01-02. Ага. Ну, я сразу позвоню. 2668. То есть, по-хорошему, в самом начале всегда надо звонить. Потому что это самый такой нормальный вариант. Жалко, что нельзя, знаешь, одновременно звонить и в это время проверять другие документы. Потому что иначе оно как-то медленно. Робертский Пичман говорит. Так. Мой брат не дома. Робертский Пичман. А ты кто такой? Еще раз. Альбертский Пичман. Так, я понял. Давай продолжаем тогда смотреть тебя. Робертский Пичман. Альбертский Пичман. Так, значит, у него есть волосы на лице. У него огромный подбородок. Огромный нос. Большие глаза. Длинное лицо. Но вроде все сходится. Выглядишь как черт. Так, теперь у тебя... Что там по номеру? 1465. 129863. 54. 54. Все правильно. Дату не просрочил. Все окей. Так, что ты говоришь там? Я пришел, я делаю обувь. Сделай мне обувь какую-нибудь новую. У меня моя испортилась. Альбертский Пичман. Да вроде бы все хорошо. Вроде все правильно. Проходите. Не убивайте, пожалуйста, наших соседей. Они нам еще нужны. Наверное, он... Брату своего. А давай попробуем позвонить. Подожди. Давай попробуем позвонить. 2668. Мне интересно. 2668. Если я сейчас позвоню. Робертский говорит. Мой брат и я теперь в здании. Отлично. Нет, значит, это правильно. Мы никого не ждем сегодня. То есть, короче говоря, можно таким образом понимать, насколько ты был прав-неправ. Эллиной Шверц. А, твоя же сестра приходила, да? Да, 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 да. Вот же она. Эллиной Шверц. Так, смотри. У нее налево и должно быть. Щеке. У нее маленький нос. Она худая. Длинная эта. И она двойника имеет. Да. Все правильно. Я модель. Все правильно. Так, номер у тебя тоже все правильно. 845. 323. 014. 956. Да, все правильно. Номер у тебя тоже правильный. Глаза не думала вообще когда-нибудь открыть модель, а? Посмотри на такого красавчика, как я. Вон он какой. Блядь. Сидит здесь статный. Вахтер. Ты думаешь, я просто так тут сижу? Я сижу, чтобы ты меня заметила. Ладно. Все нормально. Не буду же я на любовь всей моей жизни. Бузить. Бузить. С кем они разговаривают? Кому они говорят? Ебать. Что с тобой не так? Что такое ID, говорит? Ну. Рафелин Капучин. Подожди. 0304. А я с тобой разговаривал. Рафелин Капучин. Кнопка, 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 кнопка. Я с ней разговаривал. Еще давно. Она из дома не выходила. Я бы видел. Вот так вот. Легко. Лучший. Лучший 31. Вы нам позвонили. А есть какой-нибудь отчет? Ну, сколько мне их нужно еще побеждать? Потому что я не очень понимаю. Когда закончатся люди? Мне, наверное, надо всех пропустить отсюда. То есть, когда я всех пропускаю, я побеждаю. Оп. Все, я понял. Вы попали, поймали пятерых. Вы убили двоих. Кто? Я абсолютно случайно убил двоих соседей. Не пустил сюда ни одного двойника. А кого я убил? Окей. Мне никакой информации не дали. Ладно, хорошо. Меню. А есть новый какой-нибудь режим? Нет. Другие режимы пока отсутствуют. А чуваки с глазами и так далее, видимо, появляются потом. Здесь есть возможность выполнить... Найти и выполнить... Честер Сквиз. Здесь есть какой-то. Интересно. Ладно, вот такая вот игра. Прикольная идея. Мне кажется, хотелось бы больше Крепоты на самом деле. Но сама задумка мне понравилась. Вот. Я надеюсь, тебе понравилось. Если хочешь, чтобы мы посмотрели всех еще, можешь написать в комментариях. Но пока что на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментарии. Пока. До скорого, родной. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok